Узбекистан Какой путь пришлось пройти? Какие трудности пришлось преодолеть, чтобы достичь докторской степени? В процессе обучения в бакалавриате и администратуре можно сказать, что я был активным студентом. И было такое, что один день я встретился с одним очень хорошим человеком. В этот момент этот человек был советником ректора. Его зовут Мурзаков Ухтемпордаевич. Наш бывший ректор. Царство ему небесное. И я тогда был на втором курсе. Просто разговаривали. Я не знаю, почему он меня позвал. Я участвовал в конкурсах, в олимпиадах. Я даже не имел понятия, что этот человек меня знает. Мы просто поговорили о моем направлении, чем я интересуюсь. Потом через два года этот человек стал ректором. Мы с активистами сидели. И тогда зашел ректор проведать молодежь. У него была очень хорошая привычка. Минимум один раз в неделю он заходил к нам, чтобы пообщаться. Ректор. Со студентами. С активистами. И тогда он невольно сказал, что в этом году ты оканчиваешь. Может, в магистратуру поступишь. Этот человек помнит мое имя. Мы через два года встречаемся. Потом мы не встречались. Он знает, в каком курсе я учусь. Он знает, что есть магистратура по моему направлению. Это является вниманием человека. Этого достаточно. Я мог пойти работать куда-то, но я потом поступил в магистратуру. И так все началось. И в процессе были такие люди, как профессор Газира Анаташа Банна, мой научный руководитель. Я писал. Она ночью, утром. Без разницы. Она всегда проверяла мою работу. Она очень сильно интересовалась. Рядом с вами стоит очень маленький макет. Вот с него и все началось. Мы копили-копили деньги и делали этот макет. Он заработал. Это было начало всего. Но для них я никто. И потом поступил в магистратуру и увидел такого великолепного человека, профессора Мархалова Акзамовича Исмаилова. Очень большой человек в области... Ну, как надо сказать, большой человек. Он очень добрый человек. Человек большого сердца. Я ему не то, чтобы... Как бы... Я не его дипломник. Я ему никто. Но он всегда читал мою диссертацию и говорил, что нужно делать правильно. Он тратил мне время и силы. Вот как я стал. Я тут просто шел по дороге, которую указали мне наставники. А я им никто. Я им ничего не давал. Ничего и не обещал. Из Узбек. Я брала интервью и у вашего младшего брата. В вас обоих чувствуется сильное стремление к жизни. В чем причина такого прорыва? Или это влияние каких-то семейных традиций? Очень, очень интересно, что вы интересует нас и семью. Я помню, что давал и мой младший брат интервью. Может, есть и похожие черты не в том, что у нас в семье был переломный момент, а в том, что есть один человек. Один человек. Я не буду говорить, кто это. Нет, точнее, не один человек, а группа людей, так скажем. Группа людей, которые нас с моим братом мотивируют. Есть дядя, есть бабушка. Бабушка, она самая лучшая. У меня есть две бабушки. Они, вот, когда я говорил, что я хочу учиться, вот, первым, который... Все, не мешайте ему, он будет учиться. Она еще говорила, он станет президентом. Вот, когда я был маленький, еще в школу не ходил, она говорила, он станет президентом. Меня так учили. Я очень люблю свою бабушку. Я всех люблю с моей семьей. Они сами замечательные. Были такие моменты, очень тяжело было, очень тяжело. Вот, вот, они были моими крыльями. Я мог летать. В прямом смысле. Когда моя голова могла быть опущенной, они просто брали руками, они поднимали меня, говорили, все будет классно. Вот, и это все видел мой младший брат. И он это увидел, он впитался этим. Ему тоже, так говорили, он стал таким, какой... У нас просто есть такое понятие, мы с ним очень много об этом общались. Мы всегда придерживаемся одного правила. Ошибка. Моя ошибка, она сделана мной. Но плату будут делать мои родители и мое дитя. Я сам за это не буду платить. Вот в чем загвоздка. И я не имею права делать ошибку. Я буду ошибаться, но я обязательно должен это исправить. Я не имею права ленивиться. Я не имею права делать... Не делать новизну. Я не имею права просто делать и швырять деньги налево-направо. Я тоже могу носить с собой макбуки, таскать айфоны и иметь очень хороший наряд. Но это ничего мне не даст в будущем. Я должен сделать очень хорошее будущее, где мой чат может стать еще голоднее, чем я. Я ему не буду ничего давать. Я ему дам только направление. И он должен понять, если он оступится, ему все, ничего не останется. У нас в стартапе, в экосистеме стартапа есть понятие визитки. Вы знаете, что такое визитка. Они говорят, что у человека есть две имени. Два имени имеет смысл. Первое, как вас зовут. Второе, что вы из себя представляете. Директор компании, программист или как. Ваше имя нужно, чтобы пройти на следующее, на второе имя. Вас зовут первым именем, чтобы вы сделали второе. Если не будет второго, то первое никому не нужно. Правильно? Можно. Без второго имени можно, без первого имени можно прожить. Без второго никак. Они говорят, человек должен быть функциональным. Это правильно. Многие говорят, вот со мной ходили до того, как я имел что-то. Ну, пожалуйста, и дальше имей. И потом пользуйтесь этими людьми, которые с тобой. И так вы развиваетесь вместе. Вы создаете большую команду. Надо правильно. Умар Хайон так говорил. Если ты загорелся, и рядом есть источник, чтобы ты больше горел, то это называется друзья. Если ты огонь, и тебя они тушат, то он называет это смертью. Ты то, что тебя окружает, то, что ты читаешь, то, что ты слушаешь, то, что ты говоришь, и с кем ты это говоришь, все это делает тебя, строит тебя. Из-за этого надо полностью понять. Мой младший брат тоже это говорил. Ты потеряешь 90% людей, близких, может быть, это факт, чтобы выйти дальше. Потому что нам нужно 10%. Это наша семья, это наши близкие. Мы должны, мы мальчики, мы должны умереть ради семьи. Это наша работа. Это у нас заложено. Но процессом развития технологии люди это забывают. Ничего, нет, война сейчас существует, и она сложнее, чем раньше. Раньше достал копье, убил животное, и все, семья рада. А сейчас надо делать больше. И мы должны это делать. Вот в чем заключается вся загвоздка. То, что люди плохо живут, в чем-то есть и воздействие до этого. Кто-то должен оборвать эту цепочку. И этим человеком должен стать ты, тот, который меня сейчас слушает. Почему надо стать лучше, чем остальные? Чтобы они шли к тебе, они, ты к ним. Вот, что значит стать лучше. Это хорошо, чтобы стать лучше. Нормально. Это идеально. Вот в чем заключается мотивация. Надо стать лучше. Как вы думаете, судьба написана на небесах или человек создает ее сам? Если мы затронули более подход религиозно, и если я дам свое мнение, я подчеркиваю свое мнение, почему мы молимся? Вот вам вопрос. Мы просим. Если у нас здесь написано, зачем тогда это просить? Если оно написано, можно здесь сделать закономерность, оно меняется в зависимости от того, что ты просишь. Мы рождаемся чистыми, но всем выделено по-разному. Я думаю, что судьба меняется в зависимости от того, какой ты человек и что ты просишь. Ты о чем-то думаешь, ты что-то просишь и направляешь это туда. И тогда все начинается правильно. Например, я потерял золотой слиток в пути, чтобы получить машину наполненную бриллиантов. Я когда-то поступал в колледж, в юридический колледж. И я туда не поступил. И я попал в лицей, в железнодорожный лицей. Там были бесплатные курсы обучения. Высокие просто преподаватели, высокого уровня математики, физики, английского языка. Я там подтянулся. Я не ходил в учебные курсы, я не смог ходить в учебные курсы. Но я поступил в университет. В наше время, вы знаете, это не надо скрывать, шпаргалки, бункеры. Было ли это? Было. Но я смог пройти. Потому что я верил, я просил, я чувствовал это, я знал это, я просил это. И тогда люди, которые чувствовали это, они мне помогали, чтобы я стал лучше. Мои преподаватели английского, математики и физики, они давали мне дополнительные занятия, чтобы я дома занимался. У нас было по 6 пар математики, по 4 пара физики и по 5 пар английского языка. Вот так неделя вся крутилась. Дополнительные приметы, это не так уж и важно. Я так понял, что если стараться, то можно. Вот говорят, что надо ходить в репетиторы. Да, надо ходить. Но если ты можешь сам это изучить, то зачем этому ходить? Например, язык. Я это не понимаю. Язык – это природная функция человека. Разговаривать. Это можно получить. Нет, в английских курсах можешь. Пожалуйста, ходи. Я ничего не говорю. Надо, чтобы лучше было. Если нет, это не значит, что надо забросить. Все, я не могу ходить. Ты можешь сделать это сам. Программирование, пожалуйста. Надо просто написать YouTube. Тебе это несложно, по-моему, я так думаю. Если за 30 тысяч сумм ты можешь, ну если накопить, ну можно же накопить, пожалуйста, 6 гигабайтов интернета, например, это тебе спокойно хватит на месяц, чтобы получить материалы по обучению. Идем в библиотеку Алишера Новой, где можно бесплатно воспользоваться компьютером интернета. Пожалуйста, программирование уже мы подготовили. Но человек хочет быть свободным в своих действиях. Разве нам нужен кто-то, кто постоянно управлял бы нами? Вы хотите водить машину? Хорошую машину? Какую вы примерно представляете? Бугатти, да? Вы открываете дверь. Белая или какая? Белая Бугатти. Идеально белая. Вы открываете, садитесь в салон. Там приятный аромат лотуса. Все чисто и на месте. Вы его включаете. Открывается гараж вашего дома. Везде охранник говорит, пожалуйста, проходите. Вы с большой скоростью проходите. Классно, да? И вы это можете взять. Надо просто работать. Представлять может каждый. Вот я сейчас представил вашу мечту. Я угадал. Все так мечтают. Но не все это делают. Не обязательно, чтобы кто-то стоял за тобой. Просто как бы это объяснить? Если ты хочешь быть вторым, будь вторым. Это твое дело. Но не мешай тем, которые хотят быть первыми. Понимаете? Если ты врожден, пойми. Люди, которые стоят, работай, работай. Придет время, и их не станет. И что мы будем делать? Проиграем? Нет. Надо сначала это. Просто смотри, пожалуйста, людей, которые голодают. Людей, которые из зарплаты в зарплату вот так проходят. Просто задай им вопрос, почему это так случилось. Они скажут. Либо, ай, судьба такая. Может, кто-то честно скажет. Я этого не сделал, и за это так получилось. Чтобы выиграть, не надо брать советы у победителя. Надо брать советы у проигравшего. Он вам скажет, почему он проиграл. И так вы станете лучше. Когда я сдавал обеззамены президентскую стипендию, я не советовался с человеком, который взял президентскую стипендию. Я посоветовался с человеком, который получил второе место. Три человека зашли в собеседование, и второй человек, он был моим другом, наставником, можно так сказать. Я у него спросил, вот что пошло не так. Он мне конкретно сказал. И пошел к стипендианту, я у него спросил, что было так. А он говорит, я документы собрал, там был нет, и я прошел. Все. Ничего полезного он мне не сказал. А вот проигравший, он мне задал этот вопрос, я, оказывается, этого не знал. Я потом подготовил, я зашел, мне вот этот и вопрос задали. Я был уже к этому готов. Вот так получилось первое стипендию президентскую. И так в жизни, чтобы учиться хорошему, надо следить за плохим. Почему его говорят плохими? Многие говорят, он плохой. Мне кажется, что жить из Узбеку нелегко. Не утомляет ли вас постоянное стремление к первенству, к превосходству? А вот у меня в резюме написано, что я выиграл 40 конкурсов, да? 40, больше 40, ну, к 60. А я примерно насчитал, что я участвовал больше в сотне, 150 конкурсов. И я почти 50% проигрывал. Я знаю, что такое прогрошь. Я знаю, что такое боль, пройдущий. И за это я не хочу проигрывать. И говорят, я тоже не люблю проигрывать. Но что ты делаешь, чтобы ты не проигрывал? Это другое. Есть люди, которые лучше меня, я знаю, они лучше меня. Но я говорю, я тебя догоню. Вот я тебя возьму, и вот я тебя догоню. Я перегоню. Просто мне интересно так. Потому что рано или поздно я сказал, и мой брат тоже вам говорил, мы станем пылью. Рано или поздно покинем этот мир. Но как мы покинем этот мир? Жизнь, если это игра, что там будет? Экшен или просто цикличная игра в Тетрис? Будет ли это самая лучшая игра, как GTA 5 или 6? Или это будет простой Тетрис, который крутится? Решать вам. Вы можете сидеть в Бугате или можете в трехколесном велике? Выбирать вам. Никто не осудит. Богатый это, бедный это, безрайон. Это просто момент, который ты можешь поймать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я могу спокойно пойти погулять, посмотреть. Могу ли я там зарабатывать больше? Могу. Могу ли я лучше работать? Могу. Но там не будет моей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok Считают ли вас патриотом? Что такое патриотизм с вашей точки зрения? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты тоже будешь так думать. Я так думаю. Как вы считаете, что должен успеть мужчина до 30 лет? Я думаю, что до 28 лет, мне сейчас 28 лет, всегда надо себе задавать маленький вопрос. Директор Toyota задавал себе этот вопрос. Почему? Пять раз надо всегда себе задавать вопрос. Почему? Давайте сейчас сделаем один маленький эксперимент. Почему ты хочешь сыграть в компьютерные игры, скажем? Почему ты хочешь сыграть в Counter-Strike, скажем? Почему ты хочешь сыграть в Counter-Strike? Потому что мне скучно. А почему тебе скучно? Потому что мне делать нечего. А почему тебе делать нечего? Потому что у меня нет других вариантов действий. Почему у тебя нет других вариантов действий? Потому что об этом я не думал Почему я об этом не думал? Потому что мне лень думать Почему я играю Counter-Strike? Потому что мне лень Лень играть в Counter-Strike Ты играешь в Counter-Strike, когда тебе лень 5 вопросов уже Тебя полностью осознанно Говорят, что ты делаешь Ты играешь в компьютерный неней Потому что тебе нелегко, ты так не отдыхаешь Наоборот, ты устаешь Но тебе лень что-то другое делать отдавая это, чтобы убить время. Вот в чем логика. Всегда надо себе задавать вопрос. И надо всегда экспериментировать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон»